Превращаю старое треснутое ведро в красивую плетеную корзину для растений. После разметки я просверлила отверстия для стоек. Теперь необходимо сделать замеры высоты ведра, расстояние от края до отверстия сверху и снизу, расстояние между отверстиями снизу и сверху. Теперь все эти расстояния складываем и умножаем на количество стоек. У меня получилось 1500 см. Короче говоря, 15 метров. Установка стоек. Заправляем короткий конец в соседнее левое отверстие, а из правого отверстия вниз длинную часть нашей ленты отправляем в противоположное нижнее отверстие. Продели и теперь уже изнутри снова идем влево в соседнее отверстие. Продеваем все 15 метров в соседнее левое отверстие изнутри. Ну а теперь будем возвращаться наверх. Протягиваем все 15 метров из нижнего отверстия и идем наверх. Чтобы придать какую-то форму ведру, можно под стойки что-то подложить, например губку. Протаскиваем ленту в противоположное верхнее отверстие изнутри. Теперь вновь делаем шаг влево, попадаем внутрь ведра ленты, изнутри опять вниз и повторяем эту операцию энное количество раз до тех пор, пока все отверстия не будут заполнены стойками. Я подложила вот такой вот утеплитель для труб, чтобы мое кашпо всегда держало форму. У меня остался достаточно длинный отрезок, то есть я большой запас взяла. Я его сейчас обрежу и кончик заправлю в соседнее отверстие. Установка поперечин. Каждую поперечину я заправляю в отверстие, а затем под следующую вертикальную стойку. Затем я начинаю делать полотно, рисунок полотна. То есть у меня каждая поперечина заходит под стойку, под следующую стойку, дальше она идет над стойкой, потом снова под стойкой, потом над стойкой и так далее. Значит у меня получается, что на каждой стойке у меня идет одна поперечина под стойкой, следующая над стойкой, следующая под стойкой и так далее. Производя такую операцию я получаю сплошное полотно с шахматным рисунком. Удобнее всего каждую поперечину заправлять под определенное количество стоек. Например, вы приняли решение заправлять каждую поперечину под 7 стоек. То есть вы проходите над стойкой, под стойкой, над стойкой, под стойкой до тех пор, пока не отсчитаете 7 вертикалей. И после того, как вы прошли по кругу каждую под перечину, вам необходимо все подтянуть. То есть сделать аккуратный край, аккуратное дно вашего ведерка. Вот видите, здесь я продолжаю рисунок полотна. Он у меня уже достаточно большой, уже видно картинку. Но тем не менее, мне приходится постоянно подтягивать. После того, как мы сделали полотно, необходимо аккуратно оформить край кашпо. Я приняла решение, что здесь я не буду исполнять никаких узоров и коз. И просто полотном закончу и изнутри плетение. Как только край кашпо аккуратно оплетен, необходимо отрезать лишние отрезки. А конец заправить в отверстие, из которого у нас выходят стойки. Таким образом, вы получите аккуратную корзинку. Если отверстие под стойки расположить ниже, то оплетаемый изнутри край вазона будет шире. То же самое и с дном вазона. Если вы сделаете отверстие ближе к центру, то большее количество дна у вас будет оплетено. Здесь я экономлю на материале, так как буду высаживать в этот вазон. Либо какие-нибудь массивные петуни или калибрахуа. И приствольный круг будет прикрыт цветами. Такие вот корзинки у меня получились. 20 литровое ведро мне понравилось плести ленты. Оно довольно плотное получается, аккуратное. Такое все прям сбитое. Утеплитель для труб я не убираю, так как лента не так плотно держит форму, как другие профили полира танго. Но при этом, если оставить утеплитель, то она довольно плотная. Здесь формула, как я рассчитываю поперечины. Зажимайте пальчиком, делайте скрин и высчитывайте.